Послание к невесте Но сейчас, при всех искушениях и ожесточенных событиях вокруг, моя невеста выбирает послушание моему голосу во всем и доверяет даже тогда, когда совсем не видно, куда идти. Слыша голос мой, она двигается в полном доверии мне, учится сотрудничать со мной в каждом дне жизни и радоваться как малым, так и большим успехам. Я сказал, что мои мысли выше мыслей ваших, мои пути выше путей ваших, но всякий, усовершившись, станет как учитель его. У меня с невестой одно сердце, значит, мои мысли становятся доступны ей. Моя невеста говорит со мной, проводит со мной время и восхищается мной и всем, что я показываю ей. Мягкость и мужество, ответственность и щедрость, забота о других и способность принимать любовь, рассудительность в речах и мудрость в отношениях. Все это отличает мою невесту. Я восхищаюсь ей и хочу представить ее не только всему миру, но всей вселенной, как результат взаимной любви, трудов и отношений. Принимайте, друзья, как Божье послание сейчас к нашим сердцам, к нашей жизни, к нашему духу.